Так называемый Кезминский замок, построенный купцом первой гильдии Василием Крыловым в конце 19 века, давно стал одной из визитных карточек туристических достопримечательностей области. Когда-то у стен местного храма находилась семейная усыпальница Крыловых, но революционная волна разметала место покоения буквально по кирпичику. Могилы были разграблены, а надгробия просто выкинуты, и казалось, эта страница истории исчезла навсегда. Но недавно на связь вышел Николай Петрухин. Он посмотрел программу «Правдивые истории», рассказывающую о Кезмина, и просто не мог пройти мимо. Оказалось, его брат знает, где лежит надгробный камень Крыловых. К сообщению прилагалась пара снимков, на которых можно было с трудом разглядеть фамилию Крылов. Мы отправились в путь. В Кезмина нас встретил тот самый брат, коренной житель села, проживший здесь почти 70 лет, Владимир Корчагин. Именно он и нашел считавшийся утраченным надгробный памятник. Сушилка стояла вот, зерноток тут был, зерноток. Слады были, сарай был. И здесь сушилка стояла, как раз вот рядом вот с этой усыпальницей. А тут надо до этого дойти еще далековато. Далеко и дойти-то. До памятника? Да. А вот сейчас вниз спуститься, вот через эти деревья. И все. Да. 80 метров. Пройдя мимо разрушенного храма, сквозь кусты и пустырь мы вышли на берег когда-то существовавшего здесь пруда. И прямо в канаве здесь лежал вросший в землю артефакт. Памятник оказался небольшим, около 120 сантиметров. В затертом граните с трудом читалась надпись «Крылов». Были надписи и на остальных сторонах. Втроем при помощи лома и лопаты мы подняли плиту, оказавшуюся очень тяжелой, несмотря на свои скромные габариты. Мы связались с главой департамента по культурному наследию Шарпудзином Хаутиевым. Он оперативно отреагировал на столь важную находку. Уже в ближайшее время намечается операция по поднятию установки памятника. Дмитрий Илюшин, Лилиана Рахматульна, Сергей Ершов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.